всем привет есть немного времени пока всех развез в садике школы и работой есть время для себя иду на рыбалочку в черте города река природа прогулочная зона я думаю окушок здесь должен активизироваться потому что осень и уже прохладно в общем иду проверять со мной это парень тимур микруха сами понимаете значит буду сегодня изгаляться подбирать приманочки веса для небольшого но очень-очень дерзкого и жадного окуня посмотрим что получится все друзья спиннинг собран это фарен тимур все как обычно катушечка дайва фуэго и утешка груз чебурашки 2 грамма выбран из-за двух факторов 1 это боковой ветерок который нужно будет пробивать немного повышившийся уровень воды 2 грамма будет оптимально по приманочки вы видите начинаю с полярика такого зелененького очень классный цвет пробуем я давно в этом месте не ловил потому что здесь как-то летом рыбалка не задается весной все отлично зимой тоже все отлично ну а летом тут рыбы почему-то я не могу поймать ну и не только я как видите людей практически нету это значит что рыба и не клюет ну посмотрим надо проверять все-таки уже осень уже похолодало немного я думаю рыба должна активизироваться если она есть обязательно облавливаю и береговую зону я сегодня в забродах чтобы можно было как раз таки зайти потому что берега зарастают травкой камышами и необходимо заходить ну плюс еще уровень воды повторюсь тоже повышенный там небольшой миличок справа глубина суда очень часто весной подходит окушочек карасик вся рыбка потому что здесь водичка прогревается они как раз таки из глубины недалеко которая здесь находится выходит на миличок погреться есть под берегом 1 окунь ну а это не окунь ребята это как видите щупакабра ухты и свечку еще дает очень аккуратно взялась мелкая щучка за краешек поэтому я не переживаю хотя я переживаю уже потому что она уже намотала ой как же передать взять опа тише не балуйся намотала засранка флюрмой впасть отдай отдай это невкусно вот все вот такая вот красотка небольшая и взяла сейчас я вам покажу за самый-самый-самый краешек вот здесь даже она забагрилась или как-то промахнулась но в общем первая рыбка на данном месте есть распечатался я здесь щучек уже давно не ловил поэтому такие даже экземпляры меня радует пускай растет первая рыбка есть все классно но на самом деле действительно я давно здесь щук не ловил раньше тут можно было также зайти за бродами и даже с берега не заходя половить на воблеры вдоль камыша вот стеночка как раз таки и щучка ловилась такая ну грамм пятьсот шестьсот и более ну до килограмма а в том году в этом году весной как бы все было очень печально и щуки тут практически не было только окунь и очень хорошо что даже вот такие вот маленькие шнурки здесь опять появились может быть не выбьют конечно их не выловят все и вырастет хоть кто-нибудь и даст потом потомство в общем класс щучка вернулась это хорошо есть у меня плавающий силикон с двумя хвостиками тоже пассивочка такая рабочая на которой я ловил и она тянется она очень износостойкая попробую ее все-таки у нее именно хвостики поднимаются вверх как будто там какая-нибудь кракозяброчка лима летчик что-то кушает у дна рабочая приманка кстати заказал на алиэкспресс неплохая мне понравилось вот она да это рыба это опять та щука скорее всего друзья это скорее всего даже собачка мелкая ничем не наученная а нет это уже не такая мелкая это чуть-чуть покрупнее кстати ребят да немножко но из того же самого детского садика сейчас посмотрим ух ты свечкует какая со спецэффектами вообще красота тише а вот это вот уже плохо а вот это уже плохо придется за ней туда идти елки-палки да придется ее оттуда вызволять спас приманку но зато вам не покажу щуку но вы и так ее видели раз уж клюет щучка давайте ее угостим каким-нибудь твистер ком есть у меня классные рейнсовские и даже не помню как он называется gto grab по моему что-то такое яркий кислоты проверим я ловил на натуровать куда сейчас приманочки больше такие светло-зелененькие под цвет воды кстати и такая беленькая первом утром и попробуем и яркий цвет я думаю он должен сработать тем более что водичка у нас сейчас такая мутная зеленая есть рыбка опять щука что такое ай-яй-яй друзья сегодня видео какой-то щучий день кстати давление повышенное дует восточный ветерок который воду выгоняет на самом деле у нас но самое главное что повышенное давление 761 миллиметр у нас норма 756 по моему и вот она красавица все щучки пытаются скушать прям вот очень хорошо чтобы отгрызть флюр так а ну отдай отдай вот так это не не тоже самое нет не то же самое здесь нет уран здесь вот какая-то ранка на это от карабинчика и твистерочек яркий сработал вот такой вот небольшой щучкой а я я я я я а я я срез обалдеть мелкая щука срезала приманку заказывал на алиэкспресс приманки супер континенталь который кстати вот это из их не серии до полярик я заказывал тоже полярик 50 миллиметров другого цвета прислали такие вот интересные наклеечки прикольные что будем сейчас делать во первых уменьшу вес до наверное полутора грамма и раз уж сработал у нас три строчек неплохо да по щучке стал работать я найду тоже твистер тоже самое рейнсовский твистер тоже самая модель только машинное масло попробуем сменить просто-напросто цвет рыбка окунь нет или не окунь ну ай-яй-яй и под водоросли о вышла ой что это такое да что это за мелюзга окунь да и завел негодяй прямо водоросли ну как он скушал хорошо то жадненько приманочку отдай мне ее она мне еще пригодится 300 ротик иди есть рыба ух похож на окуня причем на такого неплохого окуня а как она на самом деле сейчас посмотрим да нет друзья это опять не окунь это опять не окунь но были такие ударчики прям тук 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 прям окунь это у нас мелкая но очень буйная щука свечки все дела пытается выплюнуть приманочку все как по взрослому как будто это пятак но это далеко не пятак привет привет щучка то ты посмотри на нее какая она буйная я тебе сейчас освобожу не бойся все хорошо аккуратненько скушала приманочку да это другая щучка так моей приманки нету в пасти нету 300 ручка работает ребята я вообще редко вовлю на активные приманочки но как видите сегодня все работает иди домой да что такое уже второй срез ёлки-палки щучка просто звереет но у меня тут тоненький флюр конечно же сам виноват но блин ну что это такое маленькая щука так кушает пойду опять перевязываться уже изрядно подкусывали приманочки я решил перевязаться флюр делаем один узел просто обыкновенный узел и второй раз продеваем в него же еще раз как двойной получается это нам даст то что у нас не будет развязываться именно сам узелок потому что плетеночка очень тоненькая и флюр тоже продеваем плетеночку в этот узел вот до длинный такой хвостик и этот хвостик обматываем раз 15 когда обмотали 15 раз соответственно надо его развернуть получается такая петелечка и в обратную сторону аналогично надо сделать 15 14 раз и оставшийся конец плетеночки надо вывести обратно через этот узелок получается мы когда плетенку заводили вовнутрь делали обороты потом зажали и обратно пошли обороты и потом вывели обратно снизу из этого узла и потихонечку аккуратно затягиваем узел будет стягиваться как нам надо и будет крепеньким длину я выбираю где-то ну порядка 30 35 сантиметров этого принципе достаточно наконец флюра я привязываю маленькие застежки это какие-то там китайские дешевые два нуля в принципе размер отличный они легенькие и они ими как бы застегивать нормально моими пальцами удобно здесь узел обычный клинч двойной 5 оборотов делаю затем продеваю в петелечку которая около застежки и обратно заворачиваю образовавшуюся петлю и все это же смачиваю и затягиваем рыбка смотри чуть-чуть натягивается как-то плетеночка и даже без поклевки без подсечки ай-яй-яй водоросли вышел похож на окуня не не лопаем друзья мне сидя с окунем не везет снова щука но это вообще детеныш это вообще детеныш но шустрый вот такой вот шустренький детеныш кстати приманочку поменял тоже активную поставил это спрутовская копия копыта очень маленькая такая компактная у нее такой мощный пятачок которым она играет и вот такая небольшая щука к бойная хочет выбраться нормально но это уже с дальняка приманка такие хорошие вибрации создает я прям на проводке очень так явно ощущает а удилищем это еще кстати вопрос о чуйкости удилища да насколько но чувствительная проводку именно вибрацию ощущаю хорошо в руку удилище недорогое друзья ну как бы относительно недорогое бюджетное и отлично все чувствуется все отлично чувствуется не нужны там не какие-нибудь супер дорогие бланки не ну кому у кого бюджет позволяет конечно да там есть свои плюсы качество все таки и соответственно другой бланк но если у вас в ограничены бюджеты вы не хотите много тратить денег не задумывайтесь берите под микруху вам понравится поверьте мне ох есть рыбка есть рыбка щука на этот раз это точно щука хотя я уже да я угадал друзья я первый раз угадал наверно за сегодня что это щучка небольшая щучка они все какие-то одинаковые и сама сошла отличненько даже руки пачкать не пришлось какой-то окушочек какой-то окушочек наконец-таки наконец-таки и окунь небольшой окушочек взял копию копыта все друзья рыбалочка закончена она была отлично я ехал конечно же за окунем которого здесь должно было быть много но его не было вы знаете это зимой и весной в принципе здесь была проблема с щукой да в принципе у меня была проблема с щукой я не мог ее поймать то есть и как бы не было это что здесь сейчас так много маленьких шурят это вообще отлично они вырастут они дадут потомство и может быть разживутся и приживутся то что оборвался сегодня много раз то есть срезали мне прямо ничего страшного все нормально зато рыбалка была отлично я отдохнул ребята ставим лайки не забываем подписываться обязательно прожимать и колокольчик до новых встреч на новых рыбалках